Добрый день всем моим подписчикам, а также тех, кто интересуется ремонтом автомобилей. Сегодняшняя тема моего видео обзора это замена моторного масла на автомобиле Audi Q5 2009 года выпуска. На этом автомобиле стоит мотор объемом 3,2 литра, 6-ти цилиндровый. Вот я сейчас показываю масляной фильтр, который мы должны менять. Фирма HANDS, довольно-таки хорошая фирма, рекомендую. Итак, с чего надо начинать? Скажу, что фильтр находится под капотом, то есть снимается оттуда. Нужно снять маленький такой декоративный пластмассовый щиток, под которым находится крышка фильтра. Он пластмассовый, под ключ номер 36 откручиваем, значит, крышку фильтра. Он немножко туго сидел. Наверное, в предыдущий раз его довольно-таки сильно натянули, который не нужно делать. Просто можно даже руками, рукой, то есть затягивать, и это будет достаточно, чтобы быть уверенным, что он не будет пропускать масло. Мы сейчас работаем на горячем моторе. Он только что зашел в сервис. Просто владелец очень спешил, так что мы решили менять так, не дав остыть мотор и масло. Так что сейчас я полностью не буду снять крышку с фильтром, а оставлю так, чтобы из стакана масло вытекало в картер и немножко остыло, чтобы можно было потом отсоединить фильтр от стакана. И, значит, тем временем мы подняли машину и начинаем снимать нижний защитный чехол, который стоит под мотором. Защита от пыли и грязи в основном. Здесь два вида, значит, крепления. Одни, значит, откручиваются простым фигурным отверткой, а передней часть. Там стоит звездочка, номер двадцать. И вот с помощью отвертки быстро откручиваем эти, не знаю, там сколько-то, шесть или восемь саморезов и аккуратно снимаем защитник. Вот защитник снят. Под ним находится картер. Ничего нового я, конечно, не говорю. Так и должно быть. Вот здесь находится пробка слива. Внутренним шестигранником номер шесть. Как видите, немножко есть следы масла. Это говорит о том, что картерная прогладка уже нуждается в замене. Откручиваем пробку и спускаем масло в тазик. В предыдущее масло было залита синтетика. И, значит, значит, на нем было ездено где-то около тренадцать тысяч километров. Пока масло вдекает в тазик, мы заменяем уплотнительное кольцо, которое стоит на пробке. И в комплекте шло медное, хотя, в принципе, если было бы алюминиевое, тоже сошлось. Никаких там проблем нету. Что медное, что алюминиевое. Главное, что было новое. Вот сам новый фильтр. И самое главное, здесь в комплекте еще идут заменяемые резиновые торовые прогладки. Их должно быть две. Кстати, этот фильтр изготовлен в Польше. Хотя название фирмы уже как-то гарантирует, что у нее хорошее качество. Если не будут такие прокладки вместе с фильтром, то это, скорее всего, говорит о том, что вы выбрали некачественный фильтр. И, скорее, он не будет хорошо очищать масло в моторе при работе. Так что, мой совет, выберите хороший фильтр, потому что это имеет большое значение для мотора. Вот я показываю датчик уровня масла. Кстати, на этом автомобиле нету шупа. То есть, измерить масло вы шупом не сможете. Это делается через борт-компьютер. Вот мы затянули полностью пробку уже окончательно и ставим защитник на свое место. Кстати, если у нее нет шупа, то, в принципе, вы должны знать конкретное количество масла, которое вы должны залить в мотор. Мы проверили по интернету, там было сказано, что нужно залить в этот мотор 6 литров, 6,2 литра. Конкретно столько же и мы залили. Будем заливать. То есть, вот уже я снял старый фильтр. Смотрим, стакан пуст. Значит, клапана работают нормально. Обратный клапан не держит масло в стакане. Это хорошо. Снимаем старый фильтр. И теперь нужно снимать старую прокладку. На старой прокладке есть такой специальный язычок, держа, до которого можно его вытянуть от стакана. Из стакана, то есть. Вот сейчас я покажу. Просто мне как-то неудобно одним рукой все это дело проделывать. Вот я снял эту прокладку. Вот видите, язычок есть. Когда будете ставить новый, обязательно ставьте язычок сверху, чтобы, во-первых, эта прокладка правильно села на свое гнездо, во-вторых, чтобы потом, в следующий раз, можно было легко его снять. Кроме этой прокладки, там еще есть одна маленькая такая, то есть тоненькая торовая прокладка, он уже будет сидеть на стакане, на самом стакане масляного фильтра. Ну, в принципе, желательно, чтобы вот эти буквы стояли сверху. Нажимаем на фильтр, там должен слышаться такой щелчок, и уже ясно, что фильтр сел на свое место. А вот это та самая тоненькая прокладка, которая стоит на стакане фильтра. Вот это метка, где должны состыковаться крышка, значит, фильтра стаканом. Ставим фильтр и аккуратно, плавно затягиваем крышку на свое место. Как я уже сказал, в принципе, натяг рукой достаточно, чтобы быть уверенным. Конечно, если вы не уверены в своей силе, то можете еще и немножко затянуть ключом. Как я уже говорил, ключ номер 36. Мы залили мотор масла 5W-30 фирмы Morris, английская фирма. Повторюсь, залили 6,2 литра. Заводим мотор. Смотрим, нет ли подтека масла из-под стакана фильтра. Если все хорошо, считаем, что работу мы закончили. Также не забываем ставить бирку под капотом. Ну, в принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, если хотите сразу получить мои видео. Всем удачи, пока! Продолжение следует...